Здравствуйте, дорогие телезрители канала Афонтова и, конечно же, всех остальных каналов нашего города Красноярска. Я очень рада нашей встрече, а еще очень рада тому, что мои подписчики на YouTube увидят новые программы, и мы будем целую неделю говорить о подборе семян. Тем более, что у нас вот-вот-вот-вот начнется посев. Хотя некоторые культуры уже надо посеять или надо было посеять. И сегодня я буду делать упор на то, чтобы сделать приятное не только дачникам и огородникам, но и тем людям, у которых нет участков загородных, которые вынуждены жить в городе все лето, но им тоже хочется и перчиков, и помидорчиков, и огурчиков, и даже кабачков на балконе. И балконные культуры, спасибо, конечно, оригинаторам и селекционерам, они уже придуманы, они уже выведены, они испытаны, и я готова о них рассказать. Сегодняшняя тема «Перец сладкий, перец горький». Вот у меня в руках перцы не очень высокие, прям, скажем, сантиметров всего 40, максимум 50. Это может выращиваться на балконе, даже на кухне, на окошке, если у вас такового не имеется, я имею в виду балкон или лоджию. Это сладкие перцы, это серия «Бэйби», «Бэйби» и «Еллоу» – это желтый, «Бэйби» и «Рэд» – это красный, а вот тут «Бэйби» и «Бэлл». Значит, эти перцы, ну, посеять их можно в принципе не обязательно в январе, это может быть и март месяц, поскольку они невысокие и очень рано вступят в плодоношение. И вы должны помнить, что любые растения на планете Земля ведут себя именно так. Если растение маленькое, оно заплодоносит быстро, но не даст большого урожая, а все-таки покушать у вас будет. А вот высокорослые растения, определенное время нужно для того, чтобы вот такая вот махина выросла, они, конечно, дадут другие перцы, и большие, и сладкие, и толстостенные, но если все-таки балкон или лоджия, предлагаю вот такой вариант. Вариант невысокорослых перцев. И, конечно, для любителей острого перца есть целая серия, которая порадует именно вас. Ну, я считаю, что мы живем в таком краю холодном, да и у нас же не единственный такой край, правда? У нас весь север, и запад, и восток нашей страны. Это тоже не очень теплые зоны. И красный, горький перец, жгучий, как мы его называем, он представлен просто в огромном количестве. Это может расти всю зиму на балконе. Каен это. Вот перец острый каенский, он вообще замечательный. Его острота по сравнению с другими перцами, ну, если такой, знаете, делать по какой-то там градации, если у остальных 7-10 число остроты, то у него около 50. И перец красный, горький или острый, как мы его зовем, жгучий, он, знаете, чем хорош? Он поддерживает работу сердечной мышцы. И если человек впал в какой-то обморок на дороге, а у вас есть бутылочка, где просто размешан ложечка чайная красного перца, вы дадите глоточек этому человеку, и он придет в себя. Вы просто помните о том, что употреблять вот это в пищу обязательно, хоть в небольших количествах. Он делает просто чудеса в организме, чего не делают все остальные овощи. Все, что представлено для нас, огородников и дачников, просто, знаете, поражает воображение. Всего так много, что выбрать очень трудно. И вы должны точно знать, что вам нужны перцы сладкие и очень крупные, но их будет не очень много на кусте. А если вам нужны перцы сладкие, не очень крупные и очень много, вы хотите нафаршировать. Из таких будет, ну, десятков, несколько сортов. И выбирать, конечно, трудновато, но, по крайней мере, давайте по цветовой гамме. Красиво оранжевый? Красиво. Красный? Красиво. Желтый? Красиво. А посмотрите, черный? А фиолетовый? Это просто даже уму непостижимо. Еще лет 20 назад мы там за этот перец в магазине купишь семечки, вынешь, посеешь и довольны, как не знаю кто. Вот у меня в руках удивительная серия семена премиум-класса. Появился новый селекционер, оригинатор, как их там называют правильно по науке, не очень точно знаю. Но мне кажется, что это как раз оригинаторы. Серия, где собраны, кажется, лучшее, что вообще возможно. И если вы, вот смотрите, голова девочки, и примерно перед размером по длине с ее голову. Перцы такие, конечно, имеются не только в этой серии. Есть те, которые мы хорошо знаем и часто даже сеем. Бизон желтый, бизон красный. Это, конечно же, и кокоду, который уже существует в селекции очень-очень много лет. И мы тоже его знаем. Есть такие, как, например, кокоду желтый, красный и Атлантик. Да кто его не сеял? Да все его сеяли. И это всегда беспроигрышный вариант. Да, хочу остановиться на самом главном условии. Вот выбрать, правда, очень тяжело. Это вы должны сделать сами. Но вы должны помнить, что перец очень медленно растущая культура, которая выдерживает домашнюю жару, сухой воздух и абсолютно от этого не страдает. Единственное, что хотелось бы, света побольше. Но света побольше даже простой настольной лампой, у которых не лампа дневного света. Это тоже дополнительное освещение. И на окошечко поставить там эту лампу, а сеять перцы придется в январе, мои дорогие, я надеюсь, что вы уже об этом знаете. Я уже красноярцам уже, наверное, все уши прожужжала, и меня уже некоторые ненавидят, когда говорят, да вы что, в январе на окошках уже эти ящики, уже их в марте вот так вот уже надоели. Нет, девочки, не надоели. Не надо сеять 50 штук. Посейте 15, 5 выпадет, а 10 у вас останется вот такого великолепия. Из 10 растений, вы помните, прошлогодний урожай, на каждом было не менее 30 штук. Посчитали, сколько 300 штук, сколько ведер, вам что, еще больше надо? Это гораздо больше той сетки, которая на рынке продается. Поэтому у вас будет все свое с 10 растений. Но вырастить их надо как следует. Поэтому посев перца в этом году определенно будет в середине января, сразу после новогодних каникул. И вы должны об этом помнить. Казбек, Винни-Пух, Лисичка, Ласточка, подарок Молдовы. Вот это классика жанра. Ни крупные, ни мелкие. Единственное, что не кубовидные, а немножко как бы остроносенькие. Но это то, что мы сеем уже порядка 40 лет. Не менее. И они нас всегда выручали и спасали. А уж на летний салат, это их всегда вот так вот. Причем они уже даже в совершенно созревшем виде нам достаются с грядки. И я хочу вас упредить, что эти, эти, эти и все, которые я показала, и все, что есть на стенде, это растения. Нелюбящие. Кислой среды. Навоз и его производные, это среда кислая. Не относятся только к вытяжке из навоза. Знаете, да, что это такое? Это коричневая жидкость в бутылках. Она не является кислой средой. Ей кормить можно. А вот если все-таки предпочтете перегноя старого, трех, четырех, пятилетнего положить под перекопку, под перцы, помидоры, там, баклажаны, все из этой серии посленого, то, конечно, раскислитель. Не забудьте доломитовую муку. Пожалуйста. Я вас очень прошу. На этом хочу закончить. Всего доброго вам и до свидания.